У меня в руках палки. Их называют то скандинавскими, кто шведскими. Зачем они вообще нужны, эти палки? Сегодня мы в этом попытаемся разобраться. Друзья, всем привет! Начнем сначала знакомство с этим устройством, шведскими или скандинавскими палочками. Их устройство простенькое. Палка состоит из ручек, универсальный наконечник. Здесь такой замочек, который регулирует высоту палки, длину ее. И темляк. Темляк необходим для того, чтобы вам удобно было шагать. Он вот так вот затягивается, а я, по-моему, не на ту руку одел. На каждой перчатке есть такая буковка. Вот здесь L. Это на левую руку. А вот это на правую. Здесь буква R. Все. Эти наконечники необходимы для ходьбы по ровной поверхности. Ну, например, по асфальту в городе. А по такому грунту, как здесь, травяному, или тем более по снегу, по гололеду, лучше эти наконечники снимать. И здесь такие металлические штырьки. И они позволяют ходить по этой траве с лучшим сцеплением. Нам нужно еще уяснить один момент. Настроить высоту палок. Как это нужно сделать? Определяется высота просто. Если их опустить на землю, то руки должны находиться под прямым углом. Вот примерно как у меня. Есть такая магическая цифра 0,68. Свой рост умножаем на 0,68. И вы сами удивитесь, что угол рук будет прямым. Скандинавская ходьба оказывает благотворное влияние на здоровье. Вы все это увидите на картинке. Чтобы подробно рассмотреть, нажмите на паузу. Ходят со скандинавскими палками, как кому за благорассульцах. На самом деле скандинавская ходьба – это обычный ход человека. И естественным образом то же самое проделываем и с палками. Вот руки у вас должны быть практически прямыми при ходьбе. Рука выносится вперед примерно до 45 градусов. А сзади палочка просто, скажем, следует за вами. Ну вот как-то так мы ходим со скандинавскими палками. Как видите, ничего сложного в скандинавской ходьбе нет. Я вам желаю быстрее освоить правильный стиль ходьбы и наслаждаться ходьбой в любых условиях. Повторим кратко урок. Первое – это нужно выставить правильно палки. И второе – во время ходьбы не нужно их выбрасывать вперед. Когда вы выносите руку вперед, ведущую, то вроде как бы вы здороваетесь с маленьким мальчиком. Привет, малыш! Помните из Карлсона? Который живет на крыше! И следующее. Палки должны у вас как бы сзади слегка волочиться. Продолжать естественный ход руки. И не нужно их сзади перекрещивать. Скорее даже можете их слегка прижимать к бедрам. И тогда у вас все получится. Всем добра, здоровья, до новых встреч. С вами был Владимир Бавич.